Сибирь, тайга, Метенбурга, на сотни верст ее пределы, а душу рвет с питами тело моя Сибирь. Привет, Оса Амигос. Ну что, пора с этой ларкой уже, наверное, кончать. Значит, это уже, я думаю, финальная локация, это тот самый храм Китежграда, где находится святой источник. По совместительству это загадочное аномальное место, в котором началась просадка ФПС. Ну, город, да, полностью подо льдом, только непонятно, почему тогда там так светло. Со льда текут водопады вниз, вот где-то в местах так в 20 здесь. То есть, как будто лед тает, и я думаю, что будет так, что когда она возьмет святой источник, лед начнет рушиться, короче, типа, и город будет погребен подо льдом. Сейчас в лагах она спускается, просто вообще в невероятных каких-то вот ФПС-20, наверное, сейчас было. Пумба патрулирует улицы. Нельзя попадаться им на глаза. Я что-то ни одного патрульщика, патрулиста не вижу. Кабан вон ходит. Пумба патрулирует эту улицу. Нельзя попадаться ему на клыкан. Так, там ящичек с говном каким-то. Ну, на самом деле, это, конечно же... О, офигеть, яйца не нужны. Это, конечно же, деталька для крафта, которую, в принципе, собирать уже надоело, походу. Одна, одна деталька для крафта, ёптить. Тут где-то бессмертные ходят. А я, позарившись на детальку, спустился. Спустился с секретной тропы, видимо, которой надо пройти, да, чтобы тихо было. Сигнальные колокола. Нужно вывести их из строя. Это ещё зачем? Если ты не собираешься им попадаться. Блядь. Причём сигнальные колокола никто не охраняет, я так смотрю, да? А, блядь, то есть, когда этот колокол ёбнется, это будет тихо, да? Ну, давайте посмотрим. Заебись. Вот это мы по стелсу, да? Вот это бабский стелс, смотрите. Тёлка взялась по стелсу пройти. Прикольно. Очень мило. Это один из лучших стелсов, которых я видел. Кстати, а я ещё играл в Assassin's Creed Liberation. Там тоже ты играешь тёлкой, тёлкой-ассасином. Я вам хочу сказать, что это тоже был... Один, тоже был чертовски дикий стелс. В исполнении этой бабы. Многие могут подумать, что я дискриминирую, занимаюсь тут дискриминацией женского пола. И многие будут правы. Ох, блядь. Обезглавленная статуя. Видимо, опять пророка. Поскольку она тоже в халате. И это была неебическая западня. Её начали обстреливать из катапульты. Офигеть, вот это поворот. О, смотри. Ворота закрыли, ворота открыли. Чёрт! Это они по мне стреляют. Так давай пролезем-то, нет? Выстрелами истребешетами. А что если сделать так, чтобы они разбили врата? А, так зачем-то лук достало. Такое чувство, что мне предлагали их. Блядь, а чё они такие косые-то, ё-ка-моё. Я здесь, буду дрочер. О, блядь. Вот это метка. Нет, это пиздец, какой косый выстрел. Может мне предлагают залезть на требюшет и самому из него пострелять? Сука, ну не далёшь же. Чё ты как анопка, блядь, заебал. Сука, я даже с места не двинусь. Кривой халтурщик. Слушайте, моя жизнь в такой яростной опасности вообще. То есть Лара Крофт сказала сейчас, что если сделать так, чтобы они разрушили требюшет. Но на самом деле она имела в виду, что если их убить и самой стрелять из этой катапульты. То есть это просто полная жопа. Вроде думаешь, одно задание, а на самом деле другое. Блядь, а чё я не сделал-то? А то есть тебе похуй, да, что это все стреляют? Вообще похуй, да? Что я вот тут стараюсь, блядь, выхватывать дробовик. Ну да, в Ларе Крофт дробовик не имеет отбрасывающего эффекта. Об этом ещё было много споров во время прохождения первой части. Как же оно там должно быть? Должно ли оно отбрасывать или всё-таки нет? Разрушительный легенд сказали, что типа нет, не должно. Лара Крофт, видимо, разрабатывалась именно в сотрудничестве с разрушителями легенд, судя по всему. Я ему в яйки попал, что-то чёрто. Чувак, а сколько у тебя мечей, что ты их бросаешь, блядь, новые выхватываешь? Щитовой вот этот херов. Блинт, блядь, как колокол. Не, мне замес с сигнальными колоколами вообще непонятен, если тревога и так поднялась. А, это просто был челлендж, наверное. Блядь. Можно было получить ачивку гроза колокольчиков, наверное, не знаю. Ну всё. Биатлонистка Лара Крофт закрыла все мишени, теперь можно спокойно. На этом перестрелка, видимо, закончилась. Так, в моментах грешил на синхронизацию, говорил, что разрывы, что надо её выкрутить. Но на самом деле, синхронизация у меня и так выкручена. Просто она в этой игре не работает. По экрану реально летают какие-то полосы, вот эти разрывы в картинке. И чтобы какие бы настройки я не включал. Единственное, что я не включаю, это эксклюзивный экран Nvidia, да, по-моему, он называется. Потому что, блядь, с ним игра пиздец, как вылетает. Она вылетает оттуда, блядь, чаще, чем самолёты, сука, из Шереметьево, мне кажется. Поэтому, хотя, может быть, говниты именно потому, что нет вот таких вот замечательных у меня. Не включены эти замечательные настройки эксклюзивного экрана, поэтому, сука, вот тебе, блядь, полосы рассинхронные. Это был отстой, Лара. Это был, блядь, сука, самый настоящий отстойный прыжок. Нихуя себе. Вот это обучение вылезло уже в конце игры, такое очень важно. Как тут залезть-то опять обратно? Как, как, как вернуться, блядь, в исходную позицию здесь? По козырьку, что ли? Тут упадёшь назад, хер залезешь уже, да, походу? Нихера не понимаю, и нахуй тут лазить. Так, откуда я сюда пришёл? Ой, блядь. Видимо, разработчик посчитал, что в этой игре слишком мало альпинизма, и надо его, вот, внедрять. Внедрять как можно чаще. Это, блядь, место похоже, сука, на засаду. Чё, блядь, чё не взрывается это? Пиздец. Это, видимо, был бронекувшин какой-то, обалденный. Либо только тот, как в Армате, это, рядом с домом, короче, пули не пролетают. Ага, вот и катапульта. Вон ворота, вот катапульта. Смотри, как-то, блядь, повернуть что ли? Когда она их повернёт. Должна быть какая-то крутилка, наверное, нет? Отбой-поворот, он, короче, примерз. Ой, блядь, что ты тут делаешь-то? Блядь, надо было подождать. Бессмертного воина, который тут наверняка тренировался веками, потому что больше здесь делать нечего. Победила тёлка с помощью ледоруба. Надо пробить врата. Вот так вот, броня твоя говно. Слушай, универсальность ледоруба культивируется. А, всё-таки требюшет нихуя не примерз, да? А вот эта палка, я так понимаю, это мой прицел. Ну, вот эта балка, которая торчит. Палка прицела-то, как-то звучит. Ой, блядь. Простите, я всё починю. Чё-то там даже графика багнула. А, у них недолёт был, потому что они не могли натянуть, да, как-то. Ваншотнул, да? То есть они попали, ничего, я попал. Вероятнее всего, что сейчас на ваших экранах произошла склейка. Потому что Касперский решил, что сейчас, вот именно сейчас, важнее всего свернуть все к чёртовой матери игры и предоставить мне информацию, что до конца лицензии осталось 13 дней. Вот это, вот это прыжок. Она даже не попыталась выжить в этом, в этом прыжке Веры. Она не вытянула руки и абсолютно насрать на то, что она будет лежать там со сломанными ногами и умирать ещё неделю. Вот это самоотверженность. Вот. Ну, естественно, после того, как Касперский свернул мне игру, Бандикам решил поддержать это восстание машин, блядь, и кританул запись ещё до кучи педрила. Поэтому вот этот путь... Но хорошо, что вот я успел дойти до Катапульта, это был чекпоинт, и я всего лишь иду до города второй раз, а не иду захватывать высоту, скажем так, стратегическую. Так, что же там за воротами? Давайте делать ставки. Может быть там... Там, блядь, может там толпа, блядь, бессмертных? Это же Лара Крофт. Здесь периодически на тебя должны нападать толпы условно-бессмертного врага. Внаружи новый базовый лагерь. Кто, блядь, разжигает эти костры постоянно? Я заебался их ходить уже. В игре про этого, сука, про пожарника, про Firewatch, столько костров не жгли. А там лес. Пидоры! Пидоры! Кричала маленькая Лара. Я отжарил, твою мать. Которая нихуя не приготовила к моему приходу. И уснул в обниму скотов чертовски счастливый. Малинечко покашливаю сейчас. У нас, из каких я широт. У нас все круглый год тут, блядь. Покашливают. Попёр... Так, напал мне стрелы, чтобы увеличить радиус. Говно. И это говно. Все говно. Но придется учить, потому что, блядь, скиллов, которые не говно, здесь почему-то нет. Мгновенно убийство. По-моему, слушайте, я прочитал уже столько скиллов, связанных с мгновенным убийством ножом врага, что, блядь, я должен их просто уделывать в рукопашную. Знаете, как... Эта игра должна превратиться в Бэтмена, чтобы я просто жал икс и выигрывал. А здесь чё? А там чё? А тут чё? А не чё? Интересно, он больше здесь нет. Ничего. Какой интересный памятник лошади. Коню. Вот я подошел и стало видно, что это конь. Бой был отчаянный. Педальный, блядь. Однако большая часть города ещё цела. Как точно автор соблёл... Соблюдал размеры. То есть, смотрите-ка. Отличная, отличная... Отличная лепнина, блядь, хочу сказать. Только лицо у коня тупое какое-то, как у осла, блядь, какого-то из Шрека. А, это не единственная лошадь, чё я разглядываю. Здесь прямо, сука, как... Анечков мост грёбаный. Всё в конях. Так, мне туда, да? Там ещё одни ворота. Сейчас ещё одну катапульту надо будет разворачивать, наверное. Погодите-ка. Тут кто-то недавно прошёл, мне кажется, и замочил хреновую кучу. Не, кровь-то свежая, трупы почему-то старые. Батюшки, стрелы, которые тысячелетней давности. Они бронебойные почему-то, потому что, блядь, окаменели от старости, наверное. Стрелы окаменелости. И начинается, начинается файтинг. С применением этих самых бронестрел. Где бронебойные стрелы-то? Как они выглядят-то хоть? У меня нет, по-моему, бронебойных... Либо она по умолчанию шмаляет бронебойными стрелами, на что не очень похоже, потому что... Стрелы нихера не пробивают, блядь. У этих бронебойных стрел есть нечто общее с танками Зармата, блядь. Они нихуя не пробивают, когда надо. Вот если б ты перезаряжался быстрее, мы бы успели их всех взорвать, блядь. Но ты, блядь, столько времени дергаешь за то, что просто нереально. Это была попытка применить мои навыки, связанные с убийством всех с одного удара. Пожалуйста, блядь, ну не сейчас же, ёбаный в рот. Ну к хуле ты начинаешь перезаряжаться, когда тотальный пиздец совсем уже рядом. Этот актёр хоть позы бы разные делал, что ли, блядь. Блядь, в пизду. Бронебойные стрелы. Ничто по сравнению с бронебойными пулями. Скорострельность у лука и ружья одинаковая практически. Практически. Пиздец. Да? Типа, хуле? Нет, ты загорелся, смотри. Не он, блядь. Так, ну-ка, нахуй. Где моя берета? Сюрпрайз, мадапоккерс. Хули ты там хыкаешь, блядь. Да он, блядь, опасен просто, как... Как отечественная бритва бы. Сука, и лукарь этот вообще, вот ты, блядь, вообще, сука, красавчик. Сколько вот их планируется здесь в атаку пойти? Причем наступает потруе с заранее собранными этими отрядами. Один с топором, один с мечами, один... Один лучник, сука, спрыгивает. Готов, ёпта. Ну-ка, сая, блядь. Вот это пиздец. Вот это ребля пиздец настаёт, блядь. Да ну нахуй, слышите? Мы, блядь, в Афганистан меньше войск вводили, чем, блядь, они в эту комнату. Она там тыкает им что-то по ногам стрелами, блядь, пытается им давать пиздюлей. Одним словом баба. Расслабился бы, получил удовольствие. Нет, нахуй. А, там надо было, по-моему, чем ближе к центру, тем она въебёт сильнее, да? Хватали, чё, ебать. Ну чё? Чё, сучи дети, кто ещё хочет юного тела? Ответы, мои сочных персиков. Надо только найти ещё один трябушек. Потеребить мою пельмешку, а? Чё он найти? Сука, пропиздел опять всё самое важное. Чё, негр помер? Слышишь, дорогая, мы тут не в царя горы играем, хватит меня подгонять. Не обойтись. Поодиночке мы погибнем, но вместе победим. Иди. Поодиночке мы погибнем трагически, вместе мы погибнем геройски. Вместе мы будем статистика. Так, чё надо сделать? О, ещё это. Баллиста. Видимо, надо пригвозить баллисту к этой херне, нет? Погоди, а мне? Да, конечно, блядь. Вы толщину-то этих брёвен видели, господа разработчики, блядь? У Лары Крофт там, конечно, мышцы какие-то, наверное, есть, но я сомневаюсь, что она, блядь, Холк Хоган. Причём вот, мне кажется, что если бы я выстрелил в эту херню из взрывающейся стрелой, ничего бы не было, что надо вот именно дёрнуть, что вот именно богатырские руки Лары Крофт обеспечит. А сейчас лёд сломаем, да? Надо добраться до вершины башни. Только вот лёд на пути мешает. Хульш, ты такая рахитичная. Попробую применить этот груз. И чё будет? Стесняюсь спросить. Там я вижу на грузе какая-то перекладина из смешной. Охуеть. Вот это схема. Я не понимаю, по какой логике стрелы вываливаются, если рядом втыкаешь. Вот нет, бы она просто не могла допрыгнуть. Так, и теперь это как должно быть? Блядь, ну, видимо, явно не вот... О, шпагатик зато умеет делать. Нравится. Но вот отсюда, что ли, допрыгнет лучше, чем оттуда? Чё-то я, блядь, не верю. Ну, давай. Удивляй. Да хуй там. Может, теперь она может повиснуть на вот этой говне и на нём? Подлететь туда? Нихт. Да? Да, чё-то, блядь, вообще не понимаю, чё тут делать. Дай попробуем стартовать повыше. Нет, тут карта, блядь. Тут лучшая находка этой игры. Как будто вот у этой игры серьёзно будет. Такое количество фанатов, которые захотят собрать, блядь, все фрески, все, блядь, записочки, все пиздюлечки, блядь. Им нужна эта карта прям вот просто. А, понял, чё надо сделать. Надо ещё одну сюда хуй там, да? Давай, обезьянка. Нейтан Дрейк бы так не сделал. Нейтан Дрейк скис бы здесь насмерть, конечно. У него такого чудо-лука с чудо-стрелами не было. Ему разработчик такого не придумал. Ага, а это что за херня? Всё, ещё можно повернуть требюшет. Может, так я туда доберусь. Тысячелетней давности механизмы работают. Лада Приора трёхлетняя перестаёт заводиться. Загадочная Россия. Блядь, так интересно, он полчаса поворачивается. Как будто вот это что-то вот решает. Нельзя просто, блядь, нажать на место. Что-то мешает пройти. Надо как-то очистить путь. Пиздец. И теперь мне всё стало ясно. И чё это было за пальто, и чё там, чё-то там. Подожди, а как же? Что-то мешает пройти. Надо вот на ту башню сначала. Надо как-то очистить путь. И как я, блядь, туда залезу? Что-то я не очень понимаю. А, ёптвою мать, вижу. Ишь, чё удумали, а? Ты посмотри какие. Ты ж, гля, какие хитрожопые. Ну я чё-то такой поворачиваю без задней мысли. Думаю, ну всё, сейчас. Сейчас тренем, всё, дальше пойдём. Механизм какой мощный. Не знаете, что тёлка поворачивает такой огромный требюшет. Привязала там какие-то обломки к чему-то всё равно, но поворачивает. О. Зашибись, давай. Как из него шмальнуть-то? Ладно, да. Кнопка выстрела находится по счастливым стечением в стадии, там же, где кнопка поворота. А я смотрю, там в стене уже одно ядро лежит пушечное какое-то. Экипаж выведен из строя. А, нет, механизм поворота башни выведен из строя. Попала. Наводчик контурен. Тут летят стрелы, но мы не торопимся. Мы будем два часа тут, блядь, вешаться и рёвки по ним скользить. Нет, бы вот сделали миссию, где надо действительно уворачиваться, уворачиваться от стрел, от выстрелов, катапульты бежать. Вот сейчас стрела попала Ларе в стрелонепробиваемую куртку дважды. Даже кетчуп брызнул, но здоровье, видимо, не отняли. А, или я прокачал, наверное. Какой интересный. Чё ж ты раньше так никогда не делала? Когда на стены лазила. Чем ближе к концу, тем рискованнее смотрю паркур стал, да? Вот этот вот в роханских доспехах, он самый, блядь, живой. Таких роханских. В лоханских. Лоханские доспехи. Блядь, ну а здесь чё надо? Опять всё замерзло, да? Ничего не поворачиваться. Ну ты лошадь, блядь, какая ты, сука. Как не поворачиваться? Они же, блядь, выстрелили. Или у них по умолчанию была эта херня нацелена на другую катапульту? Что вдруг там мятеж подымет? Я понял, это катапульта за градотряда, да? Никак не прицелиться. Механизм... Да, она, она была специально повёрнута, я так и думал. Ой, блядь, ну и хули в вашей туле тут надо делать. Видимо, блядь, для начала начать смотреть, сука, под ноги. Таверный путь к победе. Во-вторых, надо крутануть это говно и успеть вовремя запрыгнуть опять в очередной раз на эту... На балдашник, видимо, да? Тьфу! Могла бы руками раскачать, там вот туда же ударить надо, да? А-а-а! Ха-ха! И всё? То есть она вот сейчас придаст этому такую инерцию, что он долит... Что чуть? Нужно чем-то уравновесить стрелу крана. Нахуй здесь... А-а-а! А я думал, тут специальный трамплинчик. Ну вот, это специальный обманный трамплинчик, чтобы она подсказнику дала жизневажное. Жизненно важное, в смысле. Блядь. Ну а туда-то как? Подожди-ка. Ага. Неплохо, неплохо. Под конец игры пошли такие вот эти вот задачики. Типа как мини-гробница такая. Тут каскад сосулей с водопадом. Очень неимоверный. Ну, водопад, конечно, такой же, как World of Tanks. Никакой. Так, и здесь надо привязать это говнище к другому говничью. К бочке с водой равновесить стрелу. Нихуя не равновесит. Сейчас окажется, что надо еще бочкой воды набрать. Поэтому и крутить надо в правильную сторону. Инфа соточка. Да-да-да-да-да. Ага, так, блядь, она взяла и сдвинулась. И чё? Почему вода не набралась? Набралась. Вода выливается. Да пиздец какой-то, блядь. Всё против нас. Чё это такое? А, это ещё там закрывашка, да ещё? Я ебу вот эта конструкция. Просто вообще. А как интересно, древние люди тоже в неё из лука стреляли, чтобы, блядь, она вылилась там? А, теперь сейчас скажу, что воды слишком много надо слить, да? Это чё за бред? Либо надо пробежать. Подожди, а теперь я, наверное, открою. И она опустится такая, и... И как ебанят. А, и на время, блядь. А зафиксировать нельзя, да? А, можно смотреть. Даже лучше, чем я планировал. Получилось. А чё, чё она опустилась-то? Видимо, бочка потраивает даже в закрытом положении, да? Целую часть ковыряю тебя. О, сейчас, наверное, из катапульта буду стрелять по их позициям. Но это, наверное, самый яростно интересный этап этой игры. Это напоминает мне Ассасинскрипт. От них нужно избавиться. Только прицелись. За Конора, когда играл. Там тоже была такая тема, что из пушки надо было обстреливать наступающие войска какие-то. То ли, англичан, то ли, пойми, кого. Такой трэш. Ну, ебать, ты кривая. Слушайте, а снаряды новые, кто будет? Кто у нас заряжающий, я не понимаю? Наверное, наверное, автомат заряжания. Ну, скорострельность, ну, блядь, как у ПЗ-2000, я думаю, примерно. А точность, как у Паладина. Смотрите, опять недалет. Просто не понимаю. Надо целиться с перелетом, походу. Вон, и то недалет, сейчас будет, смотрите. Зачем они такой большой круг нарисовали, если надо ориентироваться на полосочку? О, попал. Отлично. Ну, сплэшем, сплэшем ебануло. Вот, здесь не армата, здесь танкисты смертные, короче. Ха-ха-ха. Сейчас я покажу, как я в картошке на своем ГВЕ, блядь, нубов ваншот. Смотрите, опять недалет. Ну, артовод из меня такси, конечно. Кто-то спорит. Это я вообще зря сделал, потому что они все-таки сдохли. Ну, это контрольный, короче. Может, там за ними, за ними еще кто-нибудь стоял. Мы же не знаем. Ну, вот это просто царь выстрел. Метеорит, метеоритами каким-то челябинскими застреляет. Ожги, детка, ожги, испытание называлось. Так назвали, как будто... Ай, ладно. Не мне учить Риану прачит и ее... И ее игроделов. Да, блядь, все-таки интересный механизм для баллиста, неправда. Баллиста, которым можно управляться в одного. Зачем, как бы, придумывать что-то реальное, да, чтобы ты прибегаешь сюда, тут Софья со своими туземцами захватила баллисту и ты там, блядь, и ты становишься наводчиком, а они заряжают, там помогают нахуя запариваться. Просто прибежала, блядь, одна сама натянула, камень там материализовался, строишь, пуляешь, блядь, скорострельность, все заебись. Динамично, интересно, всем насрать, все схавали, не так ли? Сценаристы, блядь, стали какие-то нахуя ленивые все, просто жопа. Вот эта функция обрезать веревку, она, наверное, для ПВП нужна, да? Чтоб, когда там кто-нибудь едет, обрезать ему веревки. Дожди, а зачем мне? Какой маршрут, однако. Это что такое еще? Там еще одна катапультичная. Зачем, зачем, блядь, в городе подо льдом до сих пор в бою держат, в строю держат катапульты. Зачем им нужно? С кем они тут собираются воевать? Сука. Вот чертовалов, блядь. Я думаю, мне нужен последний лук, только тогда, наверное, стрелы станут супер бронированными, бронебойными, вернее. мне нравится, что в этой части, не помню, как следующий, но прицел не сбивается, когда они по мне попадают, они по мне попадают просто, блядь, каждым выстрелом, потому что я стою на какой-то узкой херне. Нет, они тоже, они тоже стали косить. блядь, блядь, чувак, я тебе быстрее добегу и так поебалу не даю, блядь, ледорубу. Нахуй тебе, перестрелки с луком, пиздец, кому не нужно. Надо все. Может бронебойные стрелы надо сейчас крафтить? Что-то у меня такая вот мысль какая-то прометнула. Не знаю, с чего вдруг я решил такую глупость. Ну, она же нашла, блядь, готовые стрелы, а не рецепты приготовления, правильно? Или она типа, вот, технологию подсмотрела, наверное, кажется. Потому что сейчас стрелы нихера не бронебой, не бронебойствуют. Блядь, сколько мне еще до вершины почесать здесь, а? И все в золоте, смотрите, золотые статуи неизвестным, неизвестным личностям. окей, я не был готов. Мне кажется, Лара сама охуела, потому что даже не прыгнула. Ай, блядь, ну это пиздец полный. Такой недолет, сушь. Ай, успеть здесь надо было, как. Мы за самый, со самый кончик ниточки она успела зацепиться, ты поссори. А, ты гля, какая баба везучая. Пиздец начинается. На нахуй, в глаз, блядь. Пидрила. Как он там, кайфово зажил, горит интересно. Зачем они расставили везде, зачем они вот везде расставили эти взрывные бочки и от них подыхают? Огонь по своим же, это так эффективно. Кувырочек, 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 о, блядь. Ай, хорошо. И чё, блядь, древний щит пули теперь нахуй устанавливает, что ли? Моделан, косой. Устанавливай. Граната пошла, да? Какой-то гренадёр. во всех играх чертовые мобы, блядь, какие маные. О, ну, конечно, подожди. Завидите, что-то далёте. сейчас меня радикулит, блядь, прострелил, бегать не могу, а вот могу. Блядь, начинается, когда-то, блядь, кончится уже. Да ну не пизди ты, блядь, а? И куда там дальше, блядь? Я что-то стесняюсь спросить как-то вообще. Наверное, да выше, блядь. Широкие верхолазные стрелы. Спасибо, капитан. Очевидность. Дура, блядь. Типичная дура. Я что-то нихуя не понял маршрут, этот маршрут, который они тут загадали, блядь. Это куда же, блядь, нам-то я что-то щенок. Ну вот, это пока все правильно. Допустим, даже вот это правильный ход. Ну а здесь-то она. Здесь это она, блядь, чё? А, сука твою мать. Меня надо в одну сторону, а стрелы, блядь, там сосули, сейчас мне прыгнуть, по-моему, немножко помешало, да? Офигеть. Ай. Сука, вот эта вот хуйня со стрелами, она вот, честно, интереснее игру ничего ни разу не делает. Она только, блядь, замедляет этот паркур. Так-то суть паркура все та же, жми в нужную сторону и прыжок, блядь, но перед этим ты еще должен с обестрелами дорогу надрюкать, совершенно очевиднейшего, очевиднейшим образом, блядь, их навтыкать куда-то. Это вообще отнюдь не элемент, какой-то загадки, там, или головоломки. То есть, мне кажется, ежу понятно, куда и как втыкать стрелы. Только вот из-за невнимательности можно угореть на... на этом скаволазе было. Какое чувство, что при строительстве тысячелетнего города, который до сих пор не разрушился, использовали мягкие породы, блядь, камни, которые можно пробить ли дорогу, дерево котов, которые можно, блядь, воткнуть стрелы. Какие, блядь, вот все-таки... прапрапрапрапрапрадеды молодцы были, да, ларк? Все продумали для нас. А куда моя стрела делась? Надеюсь, была, отвалилась, что ли? Как-то поздно я об этом узнал. Когда, блядь, прыгнул, попытался упадет за пустоту, собственно, да? Прикольно. А тут что? Кусочек мозаики, блядь, один единственный золотой, так и во всем городе здесь что-то выложили. Ага. Ничего привязывать тут не надо, да? Не ползай здесь не надо. И мне, конечно же, не вниз, потому что, по низу, я уже шел. Ай, да ладно, это вот туда, что ли? Сука, так далеко Тарзан, блядь, не прыгал. Ничего это было, блядь, я вот сижу и стесняюсь прям спросить, вот что это такое было? То есть, я должен был там, где, блядь, сыпется снег, глыбокий спецэффект, я должен был разглядеть, что надо, блядь, не хнуть, не хнуть, что это на веревке. А нет, она, блядь, в этот раз сама. У нее, у нее все по настроению, похоже. И снова. Стоит, стоило похвалить вот эти стрелы, блядь, как они стали делать просто везде. все дело в том, что основные потребители видеоигр дети, поэтому все, блядь, как бы для детей, для цветов жизни, эксказист. они, конечно, пытались создать здесь видимость какой-то динамичности, что, типа, все-таки что-то стреляет, кто-то что-то происходит, но, блядь, все равно, как-то, как-то это все, знаете, вот в Принце Персии это все было намного веселее, потому что периодически там все это было на время, там действительно надо было успевать. Здесь полный похуизм, можешь остановиться, подумать, постоять, блядь. над своим следующим ходом. Тут есть еще хоть что-нибудь на скорострельность, потому что заебало уже. Надо больше болтиков собрать, гайферни. А я смотрю, что здесь не пишут, сколько у меня всего, когда я подбираю очередную. Вот пишут, вы подобрали две, а сколько всего, ну, там у Кастрал посмотришься, не забышься. О, нет! Нет, нет, нет! И че? Внутрь мне не надо, да? Воспользуйтесь ситуацией. Даже, блядь, в Uncharted, который, нахуй, старше Лары Крофт, нахуй, знаю сколько лет, там и то вот эти вот камни, по которым она лезет, они вываливаются, да? Там и то хоть надо что-то успевать. Здесь все полностью какое-то пассивное. Здесь надо вот только, когда она срывается, вовремя крестик нажимать, чтобы она снова зацепилась. Да ладно, что ли, блядь, еще один сибирский скалолаз, ты смотри. Ладно, у меня хоть есть ледоруб, там, подошва, блядь, в шипах, а эти-то как лезут по льду, по сосулькам, как они это делают? А кому какая разница, да? В принципе, похуй. Реально прача-то, блядь, не заморачивался. Тут главное им сейчас на пальцы наступить, наверное, в уровне, да? Слушайте, а почему я вот что-то не урваюсь? Это ведь не солдаты троицы лезут, а лезут бессмертные. Они и так были в этом городе, и что они, что они заранее-то не заняли позиции? Куда они, блядь, лезут штурмовать? Что-то хай не понимаю. Что имел в виду разработчик? Что солдаты, блядь, которые на вертолете прилетели, заняли высоту с каким-то чудом, а бессмертные, которые тут 2000 лет, блядь, хуй и пинали, или сколько-то, оказались совершенно не готовы к обороне. Ебва. Хорошо смотрелось, если бы осколки не были бы такими краеугольными, да? Как я успел зацепиться, просто чудо. А чувак, который внутрь попал, наверное, все уже, да? Погулять, погулять не выйдет. Я слышал, что какие-то вялая стрельба какая-то, блядь, из какого-то ппш, наверное, советского, судя по-другому. Да ладно, ты с чего так распрыгалась-то? Ты, смотри, догнал. Ебать, шипованный подошвы вырыло. По-моему, моя пуля на него не действует. А, тут надо было даже не прицельствовать, надо было ровно-ровно всю обойму в него расстрелять, и тогда активируется скрипт святого подсрачника. Ой, там дьявольский замес. Все ебаши друг друга, судя по всему, смотри. А, троица тоже взялась за щиты, копья, да? Смотрите, смотрите, с чего они стреляют, с чего стреляют этот спецназ, какие-то, блядь, самодельные эти автоматы, как в метро 2033. О, Софья из катапульты молотит, да? А, вот теперь я на прачат подумала о том, что неплохо было бы связать Софью и катапульту к хоть какой-нибудь ничью сюжета. Огонь на подавление, быстро! Ещё в потере! Ебаный в рот. Иду, прикрывайся огонь! Почему, блядь, мое ружье постоянно, сука, разряжено, когда я пытаюсь из него выстрелить? Смотрите, она, блядь, после выстрела его сразу же не перезаряжает. Надо делать это, блядь, когда-нибудь потом. Не заебали меня, ублюдки. Надо было на дробовик патронов накрафтить. Мне кажется, дробовик это лучшая пушка этой игры. По-моему, эти бочки могли бы мне пригодиться ещё. Прикрывающие огоньки. Помёрт! Ты бы хоть пощупал, может, у него пульс есть. Блядь, ты-то хули тут делаешь? А, подождите, что я хули делаю? Трипл-килл! Одна газовая стрела убивает, блядь, по двое, по трое. Три стрелы в нём торчит. Четыре, блядь, пять нахуй, шесть, ёпка, блядь, он, сука, утыканный, как ёжик уже, блядь. Только сейчас загнулся. О, здоровье у мужика было, да? Что за кусок, блядь, торгового автомата здесь лежит? Ты там, блядь, из Катюша, что ли, стреляешь? Прицель все нахуй. Ой, заебись. Сейчас победит дружба. Внезапно. Он остаточными парами, блядь, задохнуться умудрился. Ха-ха, блядь. Сука, лох. Тихо, тихо, лут, 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 лут. Я пришёл. Не надо лут убирать. Не, вот пришёл, пришёл, я всё соберу. Подходите, подходите. Сука, почему, блядь, нельзя им гранату обратно. Наши луты и достать не будет. Там кто-то со щитом шёл, но то ли вздох, блядь, кто-то заглубился. Как заебало это. Ну, смотри, что делают, блядь, просто заспанили гранату. Блядь, это винтовка, это худшая хуйня этой игры, по-моему. Вот дай-ка, мышкой в егу. Ну, мышкой-то заебись, хуй, кто спорит. О, попала, да ладно, блядь, а то, что граната лежит тут, нахуй, тикает около меня, это эту заставку вообще не волновало, да? Спасибо, Софья, блядь, что я чуть, что меня чуть весь вареник для гранаты не засхерачил. Вот, не забрать, в костёр упал. мобилочку будем отжимать? Не, не будем, нахуй уже. Точка невозврата. Дальше лагерей не будет, быстрый переход, улучшенный характеристик. Fuck you. Это конец игры. Окей, значит, надо что-то взять под конец ебанически нужное, что-нибудь хуенное, например, тройный выстрел или знаток пистолетов. знаток дробовиков. Хуй знает, давай. Собирать больше ягод, наверное. Трупы, ловушки какие-то. Я понимаю, что мне в конце игры это всё понадобится. Что надо брать? Оружие. Я думаю, что надо взять автомат, блядь. Хоть какой-нибудь. С винтовки на автомат почему-то не переключалось. Надо было сразу вот так сделать, да? Подожди ты, блядь. Ай, нравится. Ай, нравится. Так, а как тут, как тут патроны крафтить, а? Боеприпасы. Всё, чумок. Всё, я готов. Не присаживайся на дорожку, мы вернёмся. Херек. Кто-то обещал, что сюжет этой игры продричится. Но за время прохождения только я. Сюжет по-прежнему такой, блядь. На хуй, наверное, на 10-летнего любителя, блядь, дерьмовых сказок. И вот она, арена, видимо, для финальной битвы. Я сразу хуяк беру джойстик. Блядь, тогда я не беру джойстик. Не дайте ей войти в палату душ. Что делать с ней? Меладзе? Сможешь попасть по нему истребюшета. Ты не банулась? Приготовься! Навряд ли тебе удастся по нему попасть. Тогда хули ты спрашиваешь? Будем пытаться. А? Видишь? Погоди, перезаряжаем требюшет. Потерпим, родная. Будем пытаться. Прогнозы, точнее всего. А, дошло. А чё, он не стреляет в ту почту? Готовьтесь, попробуем еще раз. Не бать, я подстрелил огненный шарф в полете. Я сразу беру мышку, я беру мышку. Из дробовика можно будет подстрелить? Ну хуя, да? Не вышло. Софья, еще раз. Приготовься. Погоди, возвращаем противорез. Софья, блядь, я быстро из него стрелял, а я одна была у вас там трое стоит, я видел. Ты чё? Она решила запускать! Ты где, блядь? Это ваш был? Погоди, возвращаем противорез! Это ваш был косой уебищный выстрел, что ли? Ребята, вы, блядь, чё нахуй, издеваетесь, что ли? Ублюдки, ебаные. Вашими руками только член драчить. Типые твари, и всё, я сдох. Хуя. Это был файтинг века, просто. Мне даже мышка, блядь, причем мне вот даже не предложили полечиться, ничего такого. Интересно, блядь. Ну хуя. Ура! Чекпоинт, чекпоинт, очень чекпоинт, блядь, от Иисуса. От Бога, то бишь. когда он будет возле вертолёта. Ой, блядь, ебаный в рот, как он любил тупые чекпоинты. Вот всю игру эта игра чекпоинты предоставляла просто общие ненужные на каждом шагу. Теперь обрызгали, обрызгали, обрызгали. Вертолёт сказал, эй, чёрт. Так, теперь отряд октября, да? Они просто не в курсе, что я за мышку взялся, блядь, им пиздец, как ничего не светит. Они-то шлемов нету, непробиваемых, я смотрю. Они дохнут вообще, блядь, на ура. А это что, за ниндзя залез? А, они уже, блядь, с бессмертными сговорились, да? Чтоб мне пиздец навешать. Они-они уже объединили, блядь, силы свои, я так понимаю, да? Давайте сначала тёлку ебаним, потом, короче, между собой решим, кто там чётчий источник. Чё, суки, блядь, не ждали? А где он до этого болтушил, слетал? А, он предыдущую оппозицию, да, от кого? Стреляй, дура, блядь. Пиздато до мне, Софья, вы меня подводите, пиздец, как? Как лечиться, блядь? Подожди, нахуй, дай полечить. Для этого нужен скоростной, скоростной автомат в этой игре. Если там кто-то уцелел, убейте Лару Кров, это последний приказ. Залюбитесь. Последний перед чё, перед дембелем, что-то? Вот нидер, блядь, охуя. Что он себе позволяет? А, здесь можно ещё и уйти с арены, как бы, вообще классно. Какого нахуй подонка вы, блядь, там пытаетесь прибить? Иди нахуй, не звони мне, я воюю, блядь. Ну и где пиздец этот ебливый чекпоинт теперь опять? Не, нормально. Ну давайте. Блядь, патроны кончились, ебаный врут. Чё, из дробовика теперь спевать, что-то в своём? Да, ебаный врут. Ну почему так быстро-то? Еб, пиздец, блядь. Просто тремя выстрелами нахуй уделал. Откуда он, блядь, тут нахуй взялся-то вообще? Скалолаз этот, ебаный, блядь, самоучка нахуй. Ярости, блядь. Опять, опять дробовик пизался нахуй разряженный в говно. Я вот огненными, огненными патронами, как стрелять должен, нихуя не понимаю. Чё надо нажать, чтобы она блядь огненными патронами. РТ. Или чё? Да, на другую кнопочку. не, на мудаки, блядь. Ой, блядь. Вот это добивание, а чё ж башку-то нахуй не оторвало. Задумка хорошая, реализация, да, она. Сука, им дома капнули под конец, походу, люка вообще. Пиздец. Охуенно. Напалмовая стрела, я вам хочу сказать, просто, блядь, выбор чемпиона нахуй. Полечилась, успела, обалдеть. Ну и где? Окей. В принципе, столько всего понаставлено, что можно было бы и быстро. Видите, блядь, то патронов нет, то ещё чё не было. Не знаю, ничего есть. Что-то у него там, я слышу, сирена уже орёт. Да-да, Барс, ему тут 11 осталось. Довольно! Лара, подожди! Мы пересрежаем! Затвор передёргиваете, что ли? Я что-то не верю, что последние 10 минут вы стреляли, блядь. Кулево разряжено. У вас там чё, блядь, как у Хоша, барабан перезаряжается. Ну и... Ну давай, ублюдено, блядь. Я вообще нихуя не вижу. Туда Софья ёбнула, они всё утребюшёты, блядь. Давай, теребушёт. А, вон. Чё ты злец? Я властелин колец. Падение чёрного ястреба. Мэйдэй, мэйдэй. Явысь башкой об пол уже, двадцатый раз. Понятно, почему Ларусь так плохо, она уже отбита. Всё башку отбила. А, это начинается типа стелс, да, походу, дичайший. Хорошо, трупы не надо прятать, они сами как-то прячутся. Просто, блядь, гарет, гарет вор. Убийство происходит чище, чище, чем шептун младенца. Ебылысь. Вот она людей валит, просто налив направо, налив направо. О, пиздец. Вот хуй ты угадал, чувачек. Ваншот, ебать. Жан-Клод ваншот в действии. Прыжок-то высоты вообще пока, блядей. Унижаю просто спецназ бессмертных. Чё вы тут, блядь? Всю вечность в жопу шпиндахорили, что вместо тренироваться. Ничтожество. Найти светоисточник. Найти вход. Все снова за вертолетом. Блядь, я вот только что 10 человек нахер забил до смерти, а вот одного последнего. Многое, что ли? Только ты и я, Лара. У тебя нет ни оружия, ни союзников, ни надежды. Здесь ты найдёшь свою могилу. Пожди, я только что баночку мог подобрать. Я тебя вижу. Баночку, блядь, забери. Сразись со мной. Хватит прятаться в тенях. Ты же сильнее своих друзей. Попалась. Попалась. Как тебе по горбам-то? А смотри, блядь, нихуя. Ты чё, как росомаха бессмертный, что ли? У тебя там адамантиевый позвоночник, что ли? У тебя не боится в палате тут. Мне кажется, с такими увлечьями уже не живут, как бы, но... Пиздец. Блядь, пока я лут собирал, сука, меня пристрелил фашистский банк. Да видели мы эту хуйню, давай. Лук забрал... Что это не то-то, блядь? Что не то? Дура, блядь. Он забрал лука, а я потерял и дробовик, и пистолет, блядь. Ох, что те условности. Однако, однако ресурсы для крафта... Он сплюзить у меня не смог. Хуяк, ну, блядь. С такою размаху. Баночка, баночка у него, блядь, под ногами. Моё предназначение таится в палате душ. Я почту цели, меня не остановить. Ты, блядь. Я тебя вижу. Чем это у меня окучивает? Главное, почему Лара нормально дышит этим дымом, а они не могут. Да, это вам не драка, Леон Карвер, где хуй, спешь, кнопки нажать. Тут всё для, для этих, для тормозочков. Лук верни, педрила. И тут он понял, что зря жил свою жизнь. Что, блядь, какая-то тёлка дала пизды спецназовцу. Это не моя судьба. Меня ждало величие! А это не я, это лагало, блядь, да? Я не слился, я в разе разведывал. Твоя сестра позволила тебе в это поверить. Я сделал всё, всё это, ради неё. А ну-ка, не смей уходить! Стой! Троица убила твоего отца! Нет, ты лжёшь. Он молил о пощаде. А когда понял, что её не будет, стал просить пощадить тебя. Ты лжёшь! Заткнись, заткнись! Давай же, давай! Да горит этот живьём. Пидрила. Ты того не стоишь. Моя... Я хочу, чтобы ты перед смертью смотрел на мою шикарную жопу и думал о том, что ты больше никого не трахнешь, такой ублюдок. Я знал, что он провалится в ад. Будь ты проклят! А так бы я его добил. А если бы я подошёл его добить, я бы вместе с ним, наверное, рухнул. Это было бы прикольно. И заставили бы снова с боссом драться. Вот это было бы тоже прикольно. Для таких, для самых кровожадных. Ловушечка. Как вы считаете? Анна! Слой! Ваша армия разбита! Твой брат мёртв! Ваша песенка спета. Нет! Вот что несёт ваша троица! Смерть! Это всё, что она может! Сдавайся! Я всё отдала за него! И не собираюсь отдавать его троице! А как насчёт твоего отца? Хочешь, чтобы он навсегда вошёл в историю, как посмешище? Как ты можешь так сдаться? В одном шаге от цели! Я готова принести такую жертву! Ты не получишь источник! Подумай о миллионах страдающих и умирающих! Мы можем их спасти! Мы можем изменить мир! Вместе! Цена слишком высока, Анна! Нам не суждено жить вечно! Смерть — это часть жизни! Тебе легко об этом говорить! Это ведь не ты умираешь! В твоей-то девятнадцать, да? Дело не в тебе! Дело в человечности! В защите того, что делает нас людьми! Сука, её кто подстригал? Росомаха, что ли? Мы окружены! Опа! Яков, берегись! Хули, Яков, он бессмертен! Чё ты паришься? Источник! Не предназначен для людей! Для блядей! Это твой шанс, Лара! После того, что я вынесла, что ты вынесла? Довольно того, что один крофт погиб из-за него! Но я готова! Оу! Теперь она ими командует, да? Скажите! А я — нет! Прошу! Я умираю! Это моя последняя надежда! Да нет! Это такой же, как и финал, походу, в предыдущей части Лары Крофт с Пимикой. Она сейчас тоже превратится в какую-то ебанину, видимо, неведомую. Разбей его о пол, и мы вообще офигеемся сейчас, давай. Ничего. Форхуй. Я-то бессмертен. Интересно, а почему эти солдаты не перешли на бег, а продолжали подкрадываться? Или они сами не знали, что будет, если она его разобьет? Я-то не знал, что я его уничтожу. За всю свою жизнь я не встречал таких самородков, как ты. Он превратился в негра даже, посмотрите. Перед смертью. Ну что ж, пришло время. Мне умереть. Прости. Я всего лишь хотела изменить мир к лучшему. У тебя получилось. Правда получилось. Да, блядь, вообще. Он теперь прям стал прям идеален. Прям вот вообще нам всем не давал покоя этот источник. Она его разбила. Заживем теперь. Дорогая Лара. Я часто думаю о том, какой позор я навлек на нашу фамилию. Мой отец должно быть в гробу переворачивается. Крофт. Что значит это слово? А, так негра не резнут, да? Надеюсь, что тебе удастся оставить свой след в этом мире. Нига помер. Охуенно. По-настоящему важны не мы сами. О наших делах. Риана Пратчерт забыла, что она игру сочинила про источник живой воды. А, блядь, вожил, смотри. Мне все еще кажется, что я его подвела. Думаю, он поступил бы точно. Ой, блядь, такая нахуй хуйня, господи. Пойдем. Тебя самолет ждет. Я прослушивала эту запись тысячу раз. Но лишь сейчас поняла, что он имел в виду. Важно не то, как поступил бы он, а какой выбор сделаю я. Легендарный Китежград существует. И он полон тайн, способных изменить мир. Я должна раскрыть их. Не ради отца или кого-либо еще, а ради высшей цели. Лишь бы это оказалась благая цель. Что там еще в нем осталось в Китежграде-то в этом, блядь. Да, ну, подводя итог, могу сказать, что, блядь, ну, что можно сказать, что Риана прачит говно. Что игра, вот именно сюжет у нее слабый. Самое слабое место, вот можно много доебываться до геймплея, блядь, до всего можно доебаться. Но самое-самое-самое слабое место, это сюжет. Он абсолютно не интересен, он не интригует, он не загадочный. Ну, вообще никакущий, просто полное говнище, блядь. Вообще, блядь, сюжет, то есть, ну, нахуй, я не знаю. Это все равно, чтобы его вообще не было. Вот даже, блядь, в этом, в Firewatch, блядь, сюжет интереснее было. Там тоже хуй чего, блядь, вообще поймешь. Ну, короче, пиздец. Вот, графика хорошая, в принципе, геймплей, ну, он довольно традиционный. Но сюжет, блядь, и самое-я бы вообще молчал сейчас про сюжет, если бы этой пизде за этот самый сюжет не дали премию, блядь, писательскую. Что меня больше всего расстраивает, потому что это полный пиздец. То есть, это даже со старой, блядь, со старейшей какой-нибудь руссконародной сказкой в никакое сравнение не идет, блядь. Русские народные сказки, они интереснее, чем, блядь, вот этот сюжет, нахуй, 2015 года. Риана Прачерт, блядь, чертовски бездарный автор. Гнатью надо в шею, не давать ей, нахуй, никаких подарков. Все, короче, на этом конец. Игра закончилась, она была мало кому интересна, но еще бы с таким сюжетом. Ну и напоследок, естественно, песенка. Так что, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Все такое. Наклонись к воде ближе, в глубину хрустальную загляни, Может, сердце и услышит колокольный звон и забвенье дни. Уж ни зимний лет не считая, так давным-давно это было, Как молитвы. Как молитвы гитишграда, светлоярно сберегло скрыло, Не смогла орда саранчою на леса и град опуститься. Прогорели жизни свечою, лишь молитвой град защитился. Тихий, тихий колокольный звон из глубин времен, Из-под толщи вод снова разбудил сердца камертон, Боль свою разбил. А небесный свод разорвал звуком скорбный плен, Память разбудил, Бьет и бьет в напад. Это стол Русей, Это китишград. В небу не поднять руки, Толщи вод поглотили город, Унесли с собой жизнь и звуки, И ни с чем ушел порошон ворог. Не разграблен град, не растоптан, Не распят, не сожжен он ордою, Был сокрыт в веках погребен, Его тень лежит под водою, Не смогла беда пеленою. И туманной блой растелится, Вновь восстанет град над водою, С новой мощью Русь возродится. Тихий-тихий колокольный звон Из глубин времен, Из-под толщего Снова распудил сердце камердон, Власть свою разбил. А небесный свод Разорвал звуком скорбный плен, Память разбудил, Бьет и бьет в напад, Это стол в Руси, Это китеж край. Ана, Ты сказала довольна того, что погиб один Крофт. Что ты имела в виду? Это ты убила отца, так? Троица приказала его убить, но... Но... Я не смогла. Ты лжешь! Я его любила. Нет! Готово. Хорошо. Что насчет Крофт? Нет. Еще рано. Готово. Я его любила. Я его любила. Я его любила. Я его любила. Продолжение следует...